Добрый вечер, дорогие друзья, с вами Антоха Игроед. Совершенно внезапно вспомнил, что еще в те далекие времена, когда я только создавал первое экспериментальное видео в разделе «Что обещают вы», а то видео было посвящено игре Wasteland 3, я хотел рассказать вам об еще одной игре и, конечно же, забыл. Склероз – мой верный друг. Итак, пришло время исправить эту оплошность и рассказать о том, что же обещают разработчики в игре Beautiful Desolation. И прежде чем начать говорить о жанре, сеттинге и особенностях игры, хочется сказать о том, что я был удивлен практическим отсутствием внятных новостей о данном проекте. Ну или, может, я так плохо искал, что не обнаружил ничего толкового. Поэтому, вооружившись автопереводчиком, я устремился на сайт разработчиков, чтобы разобраться, что же это за интригующий проект. Но и там я был вновь удивлен, но на этот раз уже самой подачей материала. Авторы, словно умышленно, не слишком распространяются в деталях будущей игры, зато охотно делятся рабочими моментами. Например, такими, как создание реальных миниатюрных моделей, которые позже будут использоваться в работе над окружением, или целый пост, посвященный тому, что, несмотря на то, что игра делается на движке Unity и является полностью трехмерной, трава в ней будет двухмерная. Вот так, неожиданно и, мягко говоря. Ну да ладно, переходим непосредственно к самой игре. Итак, над Beautiful Desolation, или прекрасным опустошением, если переводить на русский язык название игры, работает студия The Brotherhood, возглавляемая братьями Николасом и Кристофером Бишофами. Многим любителям атмосферных изометрических адвенчур этот коллектив уже известен по таким проектам, как Стазис и Каен. Каен. Не уверен, что правильно произнес, так что поправьте меня в комментариях, если что не так. Также немаловажно отметить, что помимо работы над данным проектом, студия также привлечена к работе над Wasteland 3 от Брайана Фарга, где оказывает активную помощь в разработке визуального стиля. Видимо, устав от замкнутых пространств, в которых происходило действие двух предыдущих проектов, авторы решили перенести место действия в открытый мир. И не просто открытый, но еще имеющий свой достаточно оригинальный антураж. Итак, перед нами изометрическая адвенчура в жанре Point and Click с большим упором на атмосферу и подразумевающее неспешное медитативное прохождение. Игроку предстоит погрузиться в удивительный постапокалиптический мир и произвести детективное расследование, столкнувшись с массой загадок и головоломок. И давайте, конечно же, скажем несколько слов о том, что же произошло в этом игровом мире и почему он именно такой. Примерно где-то в 80-х годах уже прошлого, 20-го века, на земной орбите появился странный объект, напоминающий своими очертаниями треугольник Пенроуза. Треугольник Пенроуза, это... или Пенроуза, опять же, поправьте меня с ударением, это такой оптический обман. Издалека и под определенным углом фигура похожа на треугольник, хотя на самом деле это просто квадратные бруски, соединенные друг с другом строго под углом в 90 градусов и абсолютно не замкнутые в цельную конструкцию. Ну так вот, появление этого треугольника, мягко говоря, не осталось незамеченным в силу того, что просто физически трудно не заметить такую громадину. Разумеется, на объект тут же начали проникать ученые и прочие специалисты мировых держав. Объект оказался богат на различные технологии внеземного происхождения, повсеместная адаптация и внедревние в жизнь которых навсегда изменило окружающее общество, изменило жизни людей и их представление о Вселенной. Но главный сюрприз поджидал ученых глубоко в недрах объекта. Там был обнаружен терминал с одним единственным сообщением «Я исправлю это» за подписью некого Марка Лесли. Сразу же после обнаружения данного терминала на Земле по какой-то необъяснимой причине произошел внезапный катаклизм, приведший к массовым человеческим жертвам и глобальным разрушениям, и человеческая популяция резко сократилась, большинство технологий были безвозвратно утеряны, вот как-то так все и произошло. Вот такая мрачная история у мира игры Beautiful Desolation. Ну а что вы хотели от проекта с таким названием? Хей! Скучаешь по старым добрым изометрическим РПГ? Ты еще и в фантастическом сеттинге? Любишь классику жанра с путешествиями по карте мира, пошаговыми боями, случайными событиями и гибкой системой квестов? Сеттуешь на то, что большие компании забили на это дело, а небольшие студии часто не доводят проект до конца и закрываются? А что если я и скажу тебе, что прямо сейчас идет активная разработка игры Sense of Space? Вот прямо в этот момент. Здесь все как ты любишь. Далекое будущее, освоение глубокого космоса, постапокалипсис, заводы, заброшенные руины и секретные объекты, а также многое другое. А теперь, внимание! Игру разрабатывает всего один человек! На данный момент уже готов практически весь функционал, и игра начинает обретать свои визуальные очертания. Один в поле не воин, скажешь ты. Да что может один человек? Скажешь ты. А я отвечу. Не менее 10 крупных городов, локаций, разветвленная система квестов, древо прокачки персонажа, несколько архетипов возможных героев, такие как законники, корпораты, демцы, техи, кочевники, соло, анархисты. Пошаговая система боев. Возможность уничтожать врагов руками, ногами, ножами, пистолетами, дробовиками, автоматами. Даже элементы окружения будут смертельно опасны как для тебя, так и для врагов. Например, стреляй в оконное стекло, чтобы сделать из него настоящую осколочную гранату. Ну и, конечно же, вездесущие красные бочки! Красная бочка всегда ставит точку. А также различные виды брони, от легкой экипировки до полноценных боевых экзоскелетов. Игра находится в активной стадии разработки, так что поддержи разработчика и обязательно вступи в группу Sands of Space ВКонтакте. Ссылочку на которую я положу в описании. Это крутой проект, ты должен подписаться. Чак Норрис. Сказал бы так, но он этого не говорил. Ведь одинокий волк просто молча кивает. Присоединяйся! Откликнись на сигнал! СОС! Основной игровой сюжет будет замешан на истории двух братьев. Одного из которых зовут Марк, а другого Дон. Люди эти противоположно разные. Один из них выдающийся ученый, а другой эдакий бравый стереотипный вояка Марпех, прошедший вьетнамскую войну. Разумеется, они будут разлучены и нам, как игроку, предстоит очевидно отыскать одного из них, играя за другого. Впрочем, тут я не совсем уверен в точности автопереводчиков, потому что, несмотря на исходное событие в описании игрового процесса, дальше есть строчки о том, что на старте игры мы сможем выбирать одного из нескольких играбельных персонажей, то бишь, явно больше двух. Так что не исключено, что искать придется обоих братьев, играя за кого-то стороннего. Впрочем, любителям постапокалипсиса не привыкать искать кого-то из своей или чужой родни. Да-да, Fallout, я это вот про тебя сейчас. Геймплейно, как я уже и говорил, игра представляет собой жанр, поинт и энд клик. Игроку придется тщательно исследовать окружающий его мир, чтобы отыскать все спрятанные подсказки, обрывки истории обо всем произошедшем, ну и, конечно же, различные секретные места, которых разработчики обещают в большом количестве. Судя по всему, нас ждет глобальная карта, по которой будет перемещаться наш герой вместе с своим отрядом от одной локации к другой. Локации же обещают быть очень разнообразными, и мы увидим массу красивейших природных локаций, а также различных человеческих поселений различного размера, заселенных как обычными людьми, типа фермеров, так и значительно себя улучшившими людьми, прибегшим к помощи различных технологий. Также не обойдется без мутантов, роботов, ну и различных дронов. Любопытен и тот факт, что братья Бишов заявляют о том, что весь мир игры будет открыт с самого начала, и игрок сможет пойти туда, куда захочет, игнорируя маркеры заданий. Что ж, посмотрим, может в этом даже будет скрыт секрет какого-нибудь быстрого прохождения данной игры. Впрочем, судя по всему, торопиться с быстрым прохождением явно не стоит. При красном упустошении будет что разглядывать и что исследовать. Действие игры развернется на просторах постапокалиптической Африки, заселенной уже видоизменившимися животными. Учитывая то, что у братьев Бишов большой дизайнерский опыт и талант, не стоит удивляться тому, с каким вниманием подобраны краски и проработаны ландшафты, а также привнесен африканский колорит. Нелишним также будет упомянуть, что некоторые локации разрабатывались с использованием фотогеометрии, а для создания собственной игровой экосистемы разработчики даже консультировались с рядом известных специалистов на данном поприще. Ну давайте немножечко пробежимся по локациям. Итак, вот, например, сбитый или разбившийся сам грузовой самолет, который давно уже пророс корнями огромных баобабов. Ему никогда уже больше не суждено подняться в воздух. Все ценное давно было извлечено, и сейчас это просто пустой каркас, медленно становящийся частью природы и дарующий спасительное убежище местным обитателям. А вот это Гринпоинт, расположенный в самом центре Медлэнда, заливного пастбища. Гринпоинт, несмотря на свое название, выделяется на его фоне как безобразный нарыв. Расположенный в центре разрушенного спортивного стадиона, он превратился в комплекс работорговли. Окруженный зловодными трущобами, он явно намекает, что тут надо держать ухо востро. Можно еще взглянуть на приграничный город Витберг, довольно хорошо известное место встречи путников и торговцев в постапокалиптической саванне. Расположенный на краю пустыни, он также представляет кровь для собирателей паразитических червей, которые наводняют песчаные пустыни. Паразитические черви в пустыне, чувствуете, да? Наверняка и квест какой-нибудь на эту тему будет. Что ж, похоже, глубина проработки мира действительно будет на высоте. Чего стоит только вот этот концепт со скелетом большой собаки, видимо, а вот этот лежащий на суше боевой корабль одним носом на суше, другим носом в воде. Шикарно. Также большое внимание уделено проработке внутреннего убранства помещений. Здесь сочетаются различные стальные конструкции, собранные из подручных средств, и остатки наследия прежнего мира, вместе с легкими тканями и драпировками, чтобы давать африканскому воздуху спокойно проникать внутрь, но при этом обеспечивать его обитателям надежное укрытие от непогод опустевшего мира. Одним словом, посмотреть будет на что. Что ж, надеюсь, что это путешествие в постапокалиптические дебри Африки окажется действительно столь захватывающим, как выглядит на демонстрационном видео. Немаловажно сказать, что валютой нового мира является электричество. Уж я не знаю, как именно это будет обыграно в самой игре, но то, что без него не работает ни одна технология, думаю, более чем очевидно. Скорее всего, большую ценность будут представлять различного рода электростанции и аккумуляторные батареи, потому что, напомню, мир Beautiful Desolation заселен не только людьми, мутировавшими животными, а также роботами, которым электричество просто жизненно необходимо. Отсюда следует, что тот, кто контролирует источники электричества, также контролирует и оригинальный мир. Поэтому локации, подобные различным электростанциям или прочим источникам питания, будут хорошо охраняться и вряд ли игрока будут рады там видеть. Также игрок сможет брать с собой напарников, и тут ничего удивительного. И самым первым, очевидно, будет вот этот робопес по кличке Пух, голова которого, кстати, сделана из старого пленочного фотоаппарата. Ну, впрочем, это нам с вами, он сейчас кажется старым, а в игре, напоминаю, развитие человечества остановилось на 80-х годах прошлого века. Как говорят сами авторы, первое же введение именно такого напарника должно раскрывать сложную тему взаимоотношения между двумя принципиально разными существами. К тому же, авторы явно наделяют это чем-то личностным, ведь наверняка у каждого в детстве был любимый пес. Вообще, одна из идей игры — это раскрыть увлекательные личностные истории, в которых каждый игрок должен узнать что-то свое, что найдет отклик в его душе. Что ж, концептуально звучит более чем убедительно. Так что верный друг-робопес, который еще и наделен способностью говорить, будет далеко не первым ярким впечатлением, которое будет поджидать игрока на просторах Африки. К слову, это будет не единственный робот, потому что люди к тому времени уже вовсю успели начать производить тех самых роботов, которые тоже будут встречаться на африканских просторах в достаточном количестве. Ну и раз уж речь зашла об обитателях этой причудливой саванны, вот вам любопытный экспонат. Это Флей, или Продвинутые люди. Абсолютная вершина технологического развития возможного в этом суровом мире. Весь их секрет в том, что они заражены паразитом под названием Брестельский червь, который, в свою очередь, дает им уникальные физические способности и повышает интеллект. К слову, если смотреть на вопрос под такой плоскостью, то тут более уместно говорить не о паразитизме данного червя, а о симбиозе человека с этим червем. Ну, впрочем, авторам видней, не буду умничать. И да, не надо думать, что вот эти вот штуки, украшения или волосы, торчащие из-под шлемов. На самом деле, это дыхательный аппарат брестельского червя, который пророс сквозь организм носителя и вывалился наружу. В общем, несмотря на эти удивительные мутации и симбиоз, Флей обладают невероятным набором технологий, которые, скорее всего, принесут игроку определенную пользу. Ну, если он, конечно, сможет с ними договориться. Также хочу отметить, что изначально авторы ничего не говорили о боевой системе, но уже в одном из последних обновлений выкатили вот такое видео. Судя по которому, боевки все-таки будут в игре. Но не стоит ждать от них тактических противостояний в духе того же Вейстланда. Судя по всему, это будет очень простая система, не требующая перемещений по полю боя, а лишь указание, какой способностью и кого атаковать. К слову, подскажите мне в комментариях, как правильно называется подобная механика. А то я тот еще играет, не совсем все узнаю. Внимательно разглядывая данный фрагмент, я пришел к заключению, что анимации выполнены на высоте. Да и с фантазией у автора в полный порядок. Вы только посмотрите на эти замечательные модели и их способ ведения боя. Тут и какой-то самовзрывающийся труп, который тащат за собой маленькие дроны, и лучник, и банальная стрельба из пистолета. Ну а вот этот момент с захватом туши свиньи и гравипушкой, мне кажется, это не что иное, как Криверанс району номер 9 от Нила Бломкомпа. Видимо, авторы не смогли удержаться, ведь там тоже дело происходит в Африке. Насчитав противоборство как минимум 6 юнитов в данном видео, можно смело предположить, что одним напарником игрок не обойдется, ну о чем я, собственно, уже и говорил. Ведь мир, по которому предстоит путешествовать, полон тайн и опасностей. И если с боевой системой все более-менее понятно, то вот про ролевую систему авторы однозначно говорят, что ее не будет. Так что можно не готовиться долго и вдумчиво вчитываться в описание различных способностей и думать, на что лучше потратить с трудом заработанные очки опыта. Потому что, еще раз повторюсь, прекрасное опустошение – это не полноценная RPG, а point-and-click-анвенчура в открытом мире. Хотя, конечно, размах и претензии вполне достойны полноценной ролевки, но, видимо, авторы решили сосредоточиться на качестве реализации своей идеи и подать ее в том виде, в котором она им видится. И раз уж речь зашла про качественную атмосферу, то нельзя не отметить прекрасную подборку звуковых эффектов и музыкального сопровождения. К работе над Beautiful Desolation был привлечен достаточно известный и настроенческий композитор Мик Гордон, чьи произведения вы могли слышать в таких, ну даже не знаю, малоизвестных играх ДУМ. Киллер Инстинкт и Вульфенштейн. Но это юмор был про малоизвестные, ну вы поняли. Так что я очень надеюсь на то, что игра получится действительно достойной и сможет увлечь на многие часы. А если у нее будет хотя бы пара-тройка интересных развилок, повышающих реиграбельность, то будет просто здорово. Ведь, как говорят сами разработчики, постапокалиптические миры это идеальная среда для изучения как отношений между людьми, так и их сущности. Сущности этих эмоций и состояний, в частности, такого состояния как одиночество. Одиночество, достигнутого за счет устранения норм, обязанностей и моралей общества. А беззаконный мир с ярким антигероем всегда придает истории живости, оживляя в нашей фантазии всех ее участников и героев. Вот на этой философской мысли мне и хочется завершить данный обзор. Мне кажется, что данный проект более чем интересен. И всем поклонникам изометрического постапокалипсиса просто обязателен к ознакомлению. Обязательно оставьте свое мнение в комментарии и поделитесь этим видео со своими друзьями. Ну а с вами был Антоха Играед, до новых встреч, пока-пока!